О, Каджар, большое спасибо. Давайте поймем от мнения Dead Dogs мертвые собаки лают, почему современная музыка говно. Ну, а я прокомментирую. Наверняка вы не раз натыкались на различные виды формулировок, что современная музыка говно, а вот 10, 20, 30 лет... А я тут в советское время ооо, а я в советское время ооо, я помню это Мосяня. 10, 20, 30 лет назад, вот тогда, да. Слушайте, я вам так скажу, 90% людей и 90% музыки Бля, давайте так, есть люди, которых бесит, когда говоришь конкретную цифру, давайте. Подавляющее большинство людей и подавляющее большинство музыки во все времена было говном. Просто сегодня мы помним тех людей, родившихся, например, в 70-х годах, которые известны, которые до сих пор актуальны, которые чего-то достигли. И сравниваем, блядь, их со школьниками в ТикТоке. Хотя из этого поколения через 20-30 лет мы тоже будем помнить тех, кто сделал что-то великое, там, изобрел какую-нибудь новую штуку, там, не знаю, нейросети, те же самые, еще что-то. И, то есть, маленькая какая-то часть музыки и маленькая часть и людей тоже в целом, вообще. Вот это не говно и не долбоебы. Вот, в принципе, весь расклад. Давайте смотреть. Если узнали в этих строках себя, то давайте порассуждаем, насколько ли все плохо на самом деле и почему вообще бытует такое мнение. Но для начала не забудьте подписаться на канал, прожать какой-нибудь из пальцев, предпочтительно тот, что вверх. А приготовьтесь разводить вместе с нами демагогию о насущном вопросе уже не одного десятилетия. С вами, как всегда, Семен Гафаров и Артем Перов. И мы начинаем наше зануд... А кто это, бля? ...то есть увлекательное норовоучение с элементами физиологии, психологии и капелькой философии. Чем старше мы становимся, тем возрастает вероятность угодить в ловушку ностальгии. Тем возра... Ммм, ладно, ладно. Мол, раньше деревья были выше, трава зеленее, и никто из нас не застрахован от непроизвольного сравнения одного с другим. Внутренний громар нации заткнись, заткнись. Нормально, нормально. Это не страшно. После... После Сергея Сокола такое даже можно и не критиковать. Все в этом мире субъективно. И что для одного раньше в значении детства, для другого уже юность, а для кого-то и вовсе средний возраст. Следовательно... Какой он умный! Кто-то подразумевает подраньше условных Битлз и Высоцкого. Кто-то Лимбискит и Линкен Парк. Он что хочет сейчас рассказать типа, что дедушка когда было лучше при Сталине внучек, а почему? Потому что у меня хуй стоял и типа вот вы были молоды, поэтому вам и нравилось. Типа вот это сейчас что ли, 11 минут будет? А для кого-то актуальными будут уже какие-нибудь прости господи кис-кис. Все зависит исключительно отличного... И кис-кис, и кис, ничего так, кстати. ...опыта и основывается на воспоминаниях, которые со временем имеют свойство оказываться не совсем точными. Давайте сведемся к трем простым критериям. Относительно сознательный возраст, свободное время, недостаточная наслушанность. При таких условиях мы слушаем все, что... Они знают слово наслушанность? Это уже хорошо, ребят. Можно... ...попадается на глаза. Причем, как осознанно, так и нет. Ущербные рингтоны одноклассников, по крайней мере, так кажется на тот момент. Ну это да. Радио в магазине. Что-то рекомендуют... Нет, мне вот пошлое море как казалось хуетой всегда, так и до сих пор кажется. ...друзья, что-то слушали наши родители, музыка из видеоигр и так далее. И все это превращается в один большой винегрет, который мы непроизвольно анализируем и делаем выбор в какую-то сторону. Исходя из этого начинает... Ну, я, например, вполне произвольно у себя анализирую в голове все, что слышу. ...формироваться определенным... А что, два голоса? Вместе мужички вот делают... Мы начинаем искать, просить что-то порекомендовать и в конечном итоге находим то, что искали. И эти находки становятся значимыми для нас. Мы прилагали усилия и они были вознаграждены. Вместе с нейронными связями образуется чувство привязанности и нам будет все равно, кто и что будет говорить про наше музыкальное увлечение. Любая реакция лишь усилит это чувство. Нет, ну если у тебя как бы наслушанность идет в правильную сторону, если у тебя... Есть еще понятие наслушанность говна, да? То есть ты можешь послушать 10 тысяч хуевых треков и, ну, у тебя высокая наслушанность, но говна. А можешь послушать 10 тысяч хороших, у тебя тут, соответственно, наслушанность хорошей музыки. Как отличить хорошую? А хуя вам так за две минуты сейчас буду отвечать. Смотрите канал. Простите за тавтологию, но свободное время позволяло вам уделять музыке гораздо больше времени, чем сейчас. А нехватка наслушанности выдавала самые вершки за чистую монету. Получается синдром утенка. Это такое психологическое явление, по которому человек признает лучшим первое увиденное. Ну, короче, если коротко, детали, то есть так же, как хороший ноут отличается от плохого, да, потому что он во всех деталях классный. Вот, в принципе, в музыке так же, но просто... Ну, давайте, ладно, смотреть. А остальное считает таким хорошим или интересным. На канале на основном у меня лежит видос. Музыка представляет нам удовольствие. Он называется «Музыкальный вкус на примере жопы». Там как раз моя теория про вектор и глубину музыкального вкуса. То есть, что музыкальный вкус это не шкала просто прямая, типа, что вот он бывает вот хороший и вот плохой. Нет, это не так. То есть, может, в одну сторону хороший, в другую плохой. Одно понимаешь, другое нет. Здесь глубоко, здесь нет. Слушаешь разное, но все, блядь, только самое хуевое. Слушаешь что-то одно, но зато ты очень в этом шаришь. То есть, очень много разных вариантов того, каким может быть музыкальный вкус. Он может быть однообразный, но хороший. Он может быть разнообразный и плохой и так далее. То есть, вектор, глубина, вот это вот все важно. Хороший вкус это глубокий вкус, соответственно, хотя бы в чем-то. И желательно достаточно разносторонний. Причем привязанный. Но еще раз, сама по себе разносторонность без глубины это, блядь, послушать хуевый рэп, хуевый рок, хуевый поп, там, ну, то есть, типа, разное говно говорит, что я меломан. Это нехороший вкус. Так. Доставляет нам удовольствие, причем привязанное к определенному возрасту и эмоциональному состоянию. Когда вы слышите что-то из юности, то это не просто ой, я это уже слышал. Это целый спектр чувств и эмоций, которые непроизвольно приходят. Ну, еще раз, ребят, про это я тоже говорил, что если ты живешь в деревне, если у тебя там каждое утро ты слышишь, пердешь коровы. Ты жил там, допустим, пять лет. Спустя десять лет ты услышишь пердешь коровы и у тебя пойдет слеза, ты растрогаешься, у тебя будет ностальгия. То есть, ну, челы говорят, да, об этом. Ну, блядь, ну, я, наверное, не так, что ли, к музыке отношусь. То есть, то есть, сидят на ум. Море ассоциативных рядов завязанных... Я, если просто слышу плохую музыку, поскольку я достаточно много деталей сразу замечаю, она, даже если она у меня будет там вызывать ностальгические какие-то чувства, но я при этом же не могу абстрагироваться от того, что там все невыносимо дерьмово, да, то есть, скажем, даже не то, что лажа не лажа, там мимо нот не мимо, это как раз-то хуй с ним. А когда какие-то прям, ну, общепринято хорошие вещи, например, отсутствуют, или вот типичная ошибка чувака, который два дня играет на гитаре, там есть, да, например. То есть, вот это критерий хуйни. Будь то гитара, барабаны, там все что угодно. Это еще и мощная выборка, в которой осталось все самое лучшее на его взгляд. То, что казалось нам крутым в наши условные 15, к 20 уже может выглядеть совсем иначе. Может, да, может и не выглядеть. Каждого возраста есть свои музыкальные предпочтения. Если ты хорошую музыку слушал сразу. Конечно же, человека классификации нет. И развивался. Можно сказать, что в более юном возрасте человека интересует быстро. Или наоборот, если ты не развивался, допустим, вообще, в этом смысле, тогда да. Энергичная музыка соответствует... эмоциональному состоянию. Горячая кровь и ветер в голове отлично подходит для усвоения... если тебе начинает разонравиваться очень многое, то, что ты слушал чуть раньше, значит, у тебя произошло вот это развитие, ну, тебе как бы не то, что даже надоело, с одной стороны, именно вот тебе говном оно даже начинает казаться. Потому что ты теперь понимаешь в деталях, ну, как бы, почему это говно. Как будто... бывает даже описать это словами не можешь, но вот... Блин, такая хуйня прям, да, вот слушаешь свои старые треки такой. Боже. Личный кор музыки, тяжелого металла, электронной танцевальной музыки и так далее. Чем старше мы становимся, тем больше прелести мы начинаем находить в менее динамичных жанрах и слышать прекрасное в другом. А дальше есть два варианта событий. Первый. Мы растем, меняемся, меняются наши вкусы и увлечения, обрастаем делами и заботами, которые уже не позволяют нам столько времени утверждения. Но мир не стоит на месте, все время меняются тренды и появляются новые музыкальные жанры. Что-то из них просачивается в наше инфополе. Раньше бы это давало вектор для дальнейшего развития и поиска чего-то нового, руководствуясь банальным о, этого я еще не слышал. Но теперь мозг ленится, понимая, что предстоящий объем работы слишком велик, а нам некогда разбираться, что такое мамбл-рок, дефтанскор, хайпер-поп и прочее. Так ко мне на канал заходите, просто смотрите стрим под хавчик, непонятные приставки. Вот все, что они перечислили. Но теперь мозг ленится, понимая, что предстоящий объем работы слишком велик, а нам некогда разбираться, что такое мамбл-рок. Мамбл-рок? Ну это, блядь, тикток-кринж, вот эта вот залупа, короче. То есть современный, ну, короче, кого-то даже как раз кис-кис привел в пример, то есть это всякие вот это абрикоса, там еще что-то, кис-кис, короче, типа вонаби-поп-панк, но именно вот с этим бледунским таким тиктоковским полуэлектронным звучанием. Просто эта музыка, она всю ее можно, как вот Леха классно сформулировал, поп-рэп новой волны, да, то есть это какая-то одна, блядь, хуй пойми, какая-то колбаса, там все в одну кашу реально. И панки уже, и хиппи, и лесбиянки, и все на свете. И все. Ты присылаешь мне в личку, хуй! Вот, и все вот, главное вот с абстратным звуком таким. Как Девтонскор, хай. Девтонскор, популярно недавно в ТикТоке, притом, ну, и, соответственно, вот к ним привлеклось внимание зумерок. И, видимо, из-за этого, ну, поскольку Девтонс по меркам нью-металла и... по меркам нью-металла все равно достаточно самобытное звучание и кайфовое, и люди вот ищут что-то похожее на Девтонс, потому что всем заходит это. Например, есть Супер Хевен недавно наткнулся в группе, по... В принципе, что-то такое похожее на Девтонс. Youngest Daughter называется песня. Что-то такое, да? То есть вот это вот такой грустнявый... И прочее, не поднято. Грустнявый иммузон с характером... Характером такого... Постгранич-нью-металла 90-х. Что такое? Мамбл-рок, Девтонс-кор, хайпер-поп и прочее. Ну, хайпер-поп — это говно просто. Не, в этом... В новом-то, блядь, нахуй разбираться. Там вот... Есть то, что интересно, есть то, что... Блядь, звучит... Как там этот... Вот я делал Тоха Кринж, блядь. Детка, это Кринж, но ты мой край. На хуя там разбираться, что из этого что, если оно все на двух аккордах и там ничего интересного не происходит. Там барабаны эти... Тун-тун-та-та-ду-да-ду-та-ту-ту-ту-ту-та-ту-да-ду-да-ду То есть без динамики. Это просто музыка для кольцов, которые там, ну, им похихикать на вписках. Дай им бог здоровья, но это не музыка. Неинтересно. То есть таки у жанров. Мы проигрываем у наслушности и выбираем уже понятный для себя путь. Переслушать подборку из любимого 2007-го и включить радиомаксимум, где собран самый сок нашей так называемой мозги. Там как раз да, вот альтернативный... Но мы в этом не виноваты. Это всего лишь наш организм. Чем младше мы были, тем больше серотонина вырабатывали наш мозг, кишечник и клетки крови в процессе познавания жизни. Это тоже знакомое что-то Иго-Р-Р-Р-Р-Р-Р- что-то такое там, по-моему, какой был клип, кажется, у меня. Было чувство тревоги во время выхода из зоны комфорта. Но у взрослых все иначе. На место серотонина приходит кортизол, под влиянием которого мы становимся более рациональными, осторожными и предпочитаем не касаться чего-то неизвестного и заранее относимся ко всему скептически. Не, вообще, челы интересно раскладывают, надо признать, да. Сполнить свои... Заморочились за психологию, за вот эту вот всю фигню, да, там. Это круто. Это круто. Ну, говорю, у меня, например, интересная мысль. Вот Татьяна Черниговская, очень советую вообще в целом посмотреть. То есть... Ну, я говорю об этом... Не знаю, мне надо, наверное, отдельный ролик тоже снять, потому что я всем травлю сейчас подряд. Мне кажется, это просто гениальная тема. Типа, что подсознание можно считать отдельным сознанием. Вот. И, ну, то есть есть неосознанная часть мозга, но она не просто как там рефлексы, а именно вот как отдельный мозг внутри тебя. И у него свои интересы, ты на него не можешь повлиять, у него там свой вкус, то есть ты понимаешь умом, что песня говно, но она тебе нравится. Вот она как бы не тебе, она нравится вот этому вот подсознательному твоему, типа. Вот. Ну и, собственно, и все. Вроде у юнга как раз что-то такое. Их бабушек и дедушек. И посмотрите, как сложно им освоить современные блага цивилизации в виде смартфонов. Для общества процесс освоения был плавный. Сперва появились мобильные телефоны, больше походящие на рации, на которых мы научились без проблем тыкать в кнопки и разбираться с меню. Потом к ним прибавили цвет и мощность, а затем пересенсорные экраны. Механизм пользования остался прежним. Изменился лишь антураж. Сейчас даже у детсадовцев есть смартфон, и им не нужен жизненный опыт длиной в 20 лет. Они как чистый лист или губка впитывают все. Но если убрать из опыта пользования взрослого человека энное количество лет... Ну да, 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 смотри, у него что-то такое было. С самого детства он, как и его мать, верил, что у него есть две личности. Только он думал, что это там... Ну, типа, дух внутри него живет какой-то или еще что-то. А потом, типа, через психологию, видимо, теорию свою ввел. Ну, короче, я, честно, врать не буду. Не очень это... В это во все погружался. Сейчас я могу глупости говорить. Но вроде, вот, короче, да, вроде это коллективное бессознательное. Ну, я больше не про то, что коллективное бессознательное. Мне вот эта нравится идея. О том, что подсознание, если ты его считаешь как бы второй личностью внутри себя, то ты больше понимаешь вообще просто, что делать. То есть ты можешь разговаривать с этой второй личностью как бы с отдельным чем-то. Когда ты говоришь сам с собой, да, это что значит на самом деле имеется в виду? Ты себя, может быть, пытаешься убедить в чем-то, чтобы не бояться. То есть ты... Вот бывает такое, да, что ты сам себя успокоил, например. Как это может быть? А почему ты боялся? Или ты понимаешь, что все нормально, но почему-то тебя трясет? Вот трясет из-за подсознания. То есть из-за того, что боится там другая твоя, как бы, это внутренняя личность. Насчет рассылки, вроде я ее не... Блядь, я ее в телеге, кажется, да, не сделал? Точно. ВК сделал в телеге, нет. Вполне возможно, что... Ну ладно, стрим еще долго, так что делаю. Вот так и с музыкой. Когда мы были как губка, то воспринять что-то с чистого листа не составляло никакого труда. Как сейчас помню время, когда все поголовно стали слушать Sleep Notes, System of a Down, Rammstein и Linkin Park. Хотя до этого самое тяжелое, что было в их жизни, это песни... Ну, понятно, эти все мы группы знаем. Песня кукла-колдуна. Группы Короли Шу. Не, я их и не слушал никогда. Группы по местному радио. Возраст позволял принять такую музыку... Я, как бы... Как уважающийся человек, не слушал русский рок. Даже в детстве. Я слушал русский рэп. Как данность. И не обязывал разбираться в ее истоках. Когда мы стали старше и по совместительству вреднее, нам стало сложнее вот так вот довериться чему-то новому. И в какой-то момент наступила точка невозврата. Мы уже стали не в состоянии легко воспринимать новое, но и углубляться в нет от того или иного музыкального явления было лень. Вариант второй. Вы так и не остановились в своих музыкальных поисках, и это привело вас в другую ловушку. Так. Серотониновая яма. Вы приучили свой организм всегда искать и находить что-то новое, интересное, невиданное ранее. И вам это нравилось. И неудивительно, ведь это самая настоящая зависимость. В начале пути эмоции очень яркие, но чем дальше вы ищете... Про нас, ребят, про нас с вами базарят, смотри. Тем сложнее вам испытать то же самое. Да, да. То есть все, ты становишься как бы, ну как в еде. Гурман, то есть искушенный ценитель. То есть как богачи. Почему они все время гонятся за чем-то уникальным, эксклюзивным, типа редким? Потому что, блядь, как в этих там анекдотах, я все видел, у меня все было. Только с мужиком не ебался. Типа, да, какой-то номер даже был в комедиклабе такой. Да, вот то есть потому что если у тебя есть возможность как бы все, что хочешь попробовать, то вот все. Потом... Потом углубляешься, да. Ну как бы в некоторые вещи углубляться не стоит, осудительные. Не надо, ребята. А музыка замечательная. И вот уже понимаете, что просто занимаетесь коллекционированием прослушанных релизов, нежели находите какие-то ограненные алмазы, то не отслушанного материала. Вы уже не в состоянии получать такие же эмоции. Я сижу, жду алмазы. Вдобавок ко всему, эмоции от музыки не всегда могут коррелировать с вашим состоянием от темпа жизни. И вот вам тоже начинает казаться, что раньше было лучше, а современная музыка говно. И тут вы можете справедливо заметить. Так что же делать? Сперва стоит определиться, а надо ли вообще с этим что-то делать. Если вас вполне устраивает положение дел и потребности понять тот или иной музыкальный... Ну... Как объяснить? Музыка, конечно, сегодня говно, но музыки, которая была сделана до того, как все стало говном, так много хорошей, что можно, в принципе, не переживать. Мы ее с вами за сто лет не переслушаем. Вот. Конечно, современная музыка и западная, и тем более отечественная, это редкостный кал об этом, что самое смешное, даже Ники Минаж, например, говорит, что когда она была молода, это прям есть видео, блядь, я только хуй знает, как вам найти. Она говорит, when I was young, типа, I turned on radio, и что-то говорит, типа, я слышала talented people. Now, when you turn on, там, YouTube, you see popular people. То есть, короче, что раньше больше было все про талант и ценилось это. Ну, в России нет, блядь, и в СССР. Вот. Ну, неважно, в принципе. Ну, по крайней мере, да, такое, я допускаю, что такое могло быть, там, в тех же каких-нибудь условных 90-х, в штатах Пиндосе или еще где там. А сегодня ценится, блядь, хуянд. То есть, просто... ...какая тема. ...какая тема. Даже талантливые артисты как бы вынуждены делать, ну, не то, что клево реально, а как бы то, что можно больше продать. Вот, соответственно, в это с пустью. Гучегень, гучегень, гучегень. ...какая баск с ним. Не надо мучить себя и свой организм. Просто имейте в виду, что это не музыка стало говно, а сменился ритм жизни. Да нет, музыка говно. Ну, то есть, бля, как объяснить-то, ритм жизни, конечно, тоже меняется. Ну, блядь, мне 26, это типа, как будто не старость еще. Вот она мне, как казалось, говном в 16, так она дальше и катится в говно. И я это говорю с точки зрения мультиинструменталиста, музыканта, то есть барабаны, клавиши, гитара, бас, вокал. Звук режиссера, блядь, аранжировщика, композитора, там, хитмейкера, блядь, что угодно можно мне приписать. Это все в принципе правда. Ну, то есть, бля, реально говно. Не потому, что там ты стар стал. То есть, нет, чуваки, не волнуйтесь, вы не старые, реально современная музыка. Ну, то есть, блядь, может, вы и старые, но это реально кал. Вот, то есть, но при этом просто надо отличать вот что действительно кал, а что просто нам уже не нравится, потому что, ну, мы это переросли. То есть, я тоже, ну, там, условно, не так теперь слушаю, там, блядь, не знаю, нирвану, на которую, будучи кольцом, я, понятно, там, обмазывался и жестко. Вот, но я ее если включу, такой, ну, все равно там, да, вот будет чуть-чуть вот этот ностальжи и, ну, какой-то кайф я от, детали того, насколько клево это сделано, все равно пословлю, потому что там хорошо очень сделано. Считается, что там так, типа, чуваки, лабухи, но нет. И... Но в то же самое время вот был дабстеп, например, популярен, это была хуйня, но был какой-то там, были какие-то классные треки, парочка. Потом был там, не знаю, тот же 2007, да, то есть, ну, есть то, что до сих пор клево, до сих пор это актуально, а есть вот, блядь, конъюнктурная, заурядная поебень, никому не нужная. То есть, в любом жанре есть хорошее и хуета. Ну, бля, холси, ебать, такая охуенная вообще девочка. Смотрите. Вот современная музыка тоже, блядь, охуенный трек, охуенный вокал. ритм, бит, все, сухая. Где там, припев этот ебаный. Да где, блядь? Это, ну, это пение. Но, еще раз, это может нравиться или не нравиться, но, как бы, если слышишь детали, то ты понимаешь, что это круто. вот, и все. Из которого вы выпали по той или иной причине и постарались больше не разбираться. Да что, что тебе не так с ними? Тебе она на вкус не нравится на твой. Асоваться очень неприятными словами где-нибудь в интернете, а то так недолго еще и обидеть кого-нибудь. А если вам все же хочется понять какие-то свежие веяния, то давайте порассуждаем, как быть в такой ситуации. Первое, что приходит на ум, он там как бы и бит, и как звук сделан, и там все, на самом деле, очень хорошо, сахарное. Ну, то есть, нет, это нормально, если тебе на вкус не нравится, скажем, слишком сладкое что-то. Или, как мне, например, на мой вкус не нравятся японские девки, потому что, ну, то есть, мне они ничего не вызывают, никаких эмоций, да. Ну, там, скажем, я же могу все равно объективно услышать, там, японская девка, как робот сраной звучит вокалоид, или это прям вокал пения, да, какой-то, у той же Лизы, которую кидает Sound Blue. Вот. Так же и здесь, да, то есть, тебе может не нравится тембр, но ты слышишь, что это хороший вокал. А может, тебе даже нравится голос, но ты слышишь, что это плохо, и тебе все равно нравится. А может, что тебе и нравится, и хорошо. Вот, конечно, есть вкус, есть, типа, детали, по которым понятно, человек профессионал или нет. Гуглите. Интернет для того и придумали, чтобы, наверное, мне много плохой музыки нравится. у вас вопросы. Почитайте про группу или жанр, посмотрите, откуда он произошел, и послушайте каких-нибудь ярких представителей из составных жанров, а затем из новообразованных. Если вам читать, то на сегодняшний день уже можно... Дети были, да, там, как анимешка? Про делок. Бочи зеропа, по-моему, да. А на ютуб-канале посмотреть, имейте в виду. Второе. Постарайтесь ввести небольшие заметки о том, что вы послушали или просто делиться с другом, что вам понравилось, что не... Небольшие, блядь, заметки, у меня 5000 видео на канале. Короче, я чё-то проебал мысль тут даже. Шут по местному радио. Возраст позволял принять такую музыку как данность и не обязывал разбираться в её истоках. Когда мы стали старше и по совместительству вреднее, нам стало сложнее вот так вот доверить. Не, ну это, блядь... Чем дальше... Ну, может... Ну, наверное, может так может быть тоже. Вдобавок ко всему... Ну, то есть, во-первых, эта мысль как бы и неинтересная, потому что, блядь, а кто не знает, что чем ты старше, тем тебе там меньше нравится всё новое. Это мысль очевидная слишком. И... Ну, ещё и неверная. То есть, как бы, блядь, я просто уверяю, господа вас, что больше было лучше, а современная музыка... Наоборот. Типа, ты стал более музыкально развит. Вот. И... И всё. Но при этом прикол в том, что если ты вот прям достаточно разберёшься, то ты начнёшь понимать, что часть современной музыки не говно. Вот. Просто такая же маленькая, как всегда было. А надо ли вообще с этим что-то делать? Если вас вполне устраивает положение дел и потребности... Так вот, да-да-да, типа, ничего не надо делать. Ну, я о том же говорю. То есть, если мне кидают трек, я там говорю, что я думаю, диагноз, анализ. Что вам делать с этим? Что хотите. Слушайте, не слушайте. Нравится? Слушайте обязательно. Если тебе что-то нравится, это нравится твоему подсознанию. Ты не должен стыдиться того, что тебе нравится плохой трек, даже если Моисей Великанов сказал, что он плохой. Потому что он, по сути, нравится даже не совсем тебе, а как бы там шизе в твоей голове. И в этом... То есть, ещё раз, я поэтому говорю. Даже если я сказал, что полная хуйня, ты можешь сам сознанием понять, окей, ну хуйня, и слушать его дальше, если ты от него кайфуешь. Ну, как бы в идеале, конечно, стараться развиваться. Всё равно, чтобы... Ну, типа, хорошему зло, мне кажется, оно прям... Типа, и на то же самое подсознание влияет позитивно. Про Грокич послушаешь, может, у тебя нейронные связи там жёсткие тоже разойдутся, и так далее. По выбору, по той или иной причине. И постарайся больше не разбрасываться этими словами в интернете. Ну, если хочешь тупым оставаться, то да. А то так недолго ещё и обидится. То есть, как бы... Просто, блядь, типа, слушай, ну, как будто я бы советовал не только это слушать. То есть, если тебе, допустим, нравится что-то, вот что тебе больше всего сейчас нравится, там, я не знаю, что-то ещё похожее на это послушай хотя бы. Просто вон, там, Яндекс.Шафлы или как там эти штуки, они же тебе рекомендуют музыку постоянно. Просто ищи, слушай, что там. Видеть может быть. А если вам... Группы, которые нравились и разочаровался, перестал слушать. Слот, наверное, в детстве. Прям в детстве вот мне нравился этот «Сволочь, и они убили Кенни». Ну, слот, что-то включай, сейчас думаю... Твою мать. Ну, это мне было там, не знаю, в третьем классе, наверное, был. Если бы нет какие-то свежие веяния, то давайте порассуждаем, как быть в такой ситуации. Первое, что приходит на ум... Ну, я прям помню эти вот три трека, что-то, блядь, «Мёртвые звёзды», «Они убили Кенни», какой-то, блядь, я ещё слушал. Одноклассница показывала их. Ну, блядь, слот хуже Джейс, например, гораздо. Хотя говорят, что Джейс — это, типа, копия слот. Ну, нет, Джейс — это, блядь, слот на максималках, то есть слот, типа, вот те особенно треки, если включить, да и другие, то есть они хуёво играют, у них ещё говнорэп какой-то, звук дерьма и так далее. Блядь, Джейс — это, как бы, вот, чем слот хотели бы быть. И мне, мне становится трудно дышать, сразу проделаю сердце насквозь. Ну, вот. Просто, чтобы вы поняли контраст, давайте возьмём и включим нейроничный, рандомный трек-слот. Рандом, рандомный, вот, ну, бой, не знаю. Название нравится. Мальчик же. А, блядь, Кукла Вуду, точно. Я, Кукла Вуду, плакать не буду, блядь. Вспомнил. Я, Кукла Вуду, плакать не буду, я, Кукла Вуду... Или этот. Такая хуйня, ребят. Углите. Интернет для того и придумали, чтобы мгновенно находить интересующие у вас вопросы. Почитайте про группу или жанр, посмотрите, откуда он произошёл и послушайте каких-нибудь ярких представителей из составных жанров, а затем из новообразованных. Если вам читать, Слот, это, блядь, не Джейс, это, блядь, копия слот. Ёб ты, блядь, Слот, это Джейс на минималках. Как бы это ни было тупо и абсурдно, но это, блядь, правда так. По деталям просто того, как, блядь, звучит, как исполненный, вот по всей хуйне. Вот хоть ты обосрись. Обозначим у себя. В наших пабликах можно о музыке почитать, а на ютуб-канале посмотреть. Имейте в виду. Второе. Постарайтесь ввести небольшие заметки о том, что вы послушали, или просто делиться с другом. Что вам понравилось, что нет. Какие вы смогли выделить особенности, наблюдается ли закономерность и так далее. Эти, кстати... Второе. Постарайтесь ввести небольшие заметки о том, что вы послушали или просто делиться с другом. Что вам понравилось, Я это не узнал? Что, чуваки? Вот этих, блядь, знаю. Не могу вспомнить. Как там... Англичажки, но не помню, кто... Школа? Бля, мне кто-то донастил. Пару серий. Боже, это... Это клево. Так далее. Этот простой прием, не требующий красноречия, может помочь структурировать ваши мысли. Ну и третье. Не бойтесь просить о помощи. Наверняка у вас есть друзья и знакомые, которые слушают музыку как не в себя. И они примерно понимают, какой у вас бэкграунд и что... Это я, ребят. Заходите сюда. Что можно посоветовать, чтобы вы снова прикоснулись к чему-то прекрасному и новому для себя? Ну а если же вы музыкальный наркоман и вот-вот словите передоз... ОСУЖДАЮ, БЛЯТЬ! Когда больше не сможете вернуться этому соку удовольствия, то тут все с точностью да наоборот. Возьмите перерыв и постарайтесь отдохнуть от превращения в музыкального монстра. Сократите процесс подключения скрывана. Щас, нахуй! Треть, а потом вдвое. Постарайтесь заменить постоянное прослушивание чем-то другим. Да. Пацаны, да, конечно. Не, ну, в принципе, совет может даже и хороший. То есть ты отупеешь, тебе будет веселее жить. Тебе больше всего будет нравиться. Например, игрой в компьютер или просмотром кино. Ну, да-да, иди, блядь, подрочи там посиди лучше. Нахуй ты, блядь, развиваешься, сидишь. Дурак, что ли? Ну, не, ну... А, блядь, а что они говорят буквально? С варшавским? Ну, вот, тоже, да, бывает. Это не избавит вас от потребности потреблять, но внесет небольшое разнообразие. Задача не в том, чтобы откатиться... Да у меня и так охуенная разнообразие. ...настройкам. Это невозможно, а в том, чтобы просто заскучать по музыке. Не отказывайте себе в том, чтобы переслушать музыку... А, заскучать по музыке, чтобы потом, типа, любой кал услышал, и он тебе понравился. Да нет, не надо. Спасибо, ребят, зачем? И молодость. Всегда интересно оценить свежим взглядом материал, который не слышал много лет. За это время накопилось множество знаний, и поколений... Система в даун, блядь, особенно. ...воспомотека, и разглядеть... ...вашего детства, всегда приятно. Ну, и не совсем очевидный совет. Начните делиться своими знаниями. Мы уверены, за столько лет накопилось бесстадочное, заведите свой блог на музыку или ютуб-канал, как это сделали мы. В процессе рассказа и рекомендации начинаешь с музыкальной индустрии под другим углом. Выделять больше закономерностей, заниматься анализом и учиться преподносить то или иное явление с интересной стороны. Даже становишься чуточку объективнее и добрее. Верси проверены на себе. Кто знает, может, именно вы поможете кому-то... Да мне тоже, ну, типа, ну, несколько треков. Я послушал всю дискографию системы, на самом деле, когда-то. В классе в девятом, по-моему, вот так. Ну... Бля, все время гаммы дрочат, блядь. И терцы свои. Ну, типа, не, ну, Lonely Gay, конечно, клевый трек. Там этот... Violent Pornography. Spider Soldier Side. Сигар. Ну, типа, ну, как бы поугарать, конечно, можно так. Прикольная дрочиловка, да. Но в целом, ну, типа... Пожалуй, на этом закончим разводить демографию. Напишите в комментариях, а как вы боитесь о своем чувством критики современной музыки? Типа, просто... Сделай, чтобы я узнал группу, не называя ее. А-а-а-а! Ха-а-а! А-а-а-а! Краснодарская модель, и мы обязательно встретимся с вами в следующем ролике. Ты чё, тирамп сейчас вкрашится же? Он же вообще угорает по этому всему. Блин, сейчас я вам напоследок покажу. Блять. Не, это тоже, конечно, клёво. Come to me, come to me. Но я хотел вот это найти. Субтитры сделал DimaTorzok Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ОСУЖДАЮ, БЛЯТЬ, ТАКОЙ ЙОМОР, ЖЕСТКО И БАНДРАМГРУВ Ссылочку даю, да Ай, БЛЯТЬ Так вот, короче Почему современная музыка говно? Потому что музыка вообще говно, в принципе Я занимаюсь ей из 26,5 лет, которых я живу, с 5 лет То есть 21,5 Музыка вообще говно Ну не все Музыка Музыка Музыка